...знать не хочет, и, в общем, позиция его понятна, потому что, в общем, мне кажется, из того, что методология сделала в Советском Союзе самого важного, это появление в диссертациях вот этого слова, какую методологию, собственно, использовал соискатель учёного звания для того, чтобы написать свою диссертацию. Ну, абсолютно понятно, что в методологии происходит так слово «метод», «путь», и, собственно, любой путь, который выбран, может называться методологией, а, с другой стороны, собственно, самая интересная методология, на что бы я хотел обратить ваше внимание, это то, что это такая важная позиция междисциплинарной. То есть, если... Ну, наверное, я лучше начну рисовать схему, а потом покажу, как это выглядит. Обычно, когда я рассказываю про теорию деятельности и мыслей деятельности, я начинаю, собственно, со схемы акта деятельности. Ну, мне кажется, он достаточно такой простой и совсем не юристичный. Я в своё время много разных схем смотрел, мне было много интересного. Одна из самых интересных схем – это то, что я узнал в начале 90-х годов. Помните, из западного смены – это схема ЭЗЭЗ и схема ТУДВИ. То есть, схема, значит, состояние начального, состояние конечного, то есть то, что в подходе называется, значит, наша текущая ситуация, конечная ситуация. То, что, в общем, очень похоже на шаг развития, потому что всем не методологам, а бизнес-треннерам кажется, что, в общем, вот из этой ситуации, текущей, перейти вот в эту ситуацию, текущей, достаточно просто, главное оказаться вот здесь, то есть, собственно, настроить организацию на переход в это состояние. Эта схема очень похожа на схему шага развития, которая была, соответственно, придумана. Акт действия этого тренения, я ещё про 20 или ничего не сказал. Подводку про акт действия. Значит, схема шага развития. В СМГ подходе он следующий. То есть, вот эта вот вилка, это прошлое, настоящее, будущее. Эта ситуация 1, она называется С1. Эта ситуация 2. И, собственно, почему этот шаг развития? Потому что есть некое естественное положение вещей, которое нас приведёт, так или иначе, ситуация 1 в ситуацию 2. То есть, я бы хотел, чтобы вы на эту схему посмотрели не из настоящего, не из сегодняшнего дня, думая о будущем. А давайте посмотрим, как это происходило в прошлом. То есть, вот, ну, например, была некая ситуация, какого-нибудь 1640 года, которая привела, ну, там, в Москве, условно говоря, условный Москве. Которая привела ситуацию в 2013 году. И вот в схеме шага развития существует вот такая вот естественная стрелка, то есть, это вот естественная стрелка, которая показывает, что, ну, рано или поздно, так или иначе, мы в год из 1640 года в 2013 попали в естественном образом. То есть, так всё сложилось, значит, был некий естественный код сам. Но есть ещё в схеме шага развития вот такая искусственная стрелка. которая нам намекает на то, что есть некие условия, которые могли бы ускорить этот переход. Каким образом? То есть, как я это понимаю? Ну, в общем, подумать. В своё время... То есть, быстрее из 1640 года в 2013 можно было перелететь. Ну, как бы и старее. Быстрее легче. То есть, о чём идёт речь, на мой взгляд? Ну, вот, например, Платон в своё время писал о том, что мы находимся на самом последнем этапе в человеческой истории, после которого, ну, собственно, человеческая история прекратилась. То есть, всё настолько плохо, вы помните, он писал там про развал этики, морали, значит, придумывал свою концепцию города, в общем, он не верил, что в будущем вообще есть что-то хорошее. Напомню, это был 2000 лет назад. То есть, он считал, что всё в общем развивается вот таким образом у человечества, мы находимся вот на последней стадии всего самого плохого, что в человечестве, ну, как бы в истории человечества было. Значит, поэтому мысль, как бы, о том, что будущее есть, и оно прекрасно, оно, в общем, в то время в истории не фигурирует. То есть, вообще, тема развития в философии Платона, она никак не артикулирует. Дальше был ряд, соответственно, исторических фигур, из которых я, например, выделяю римского императора Марка Аврелия. Марка Аврелия говорит, что к 40 годам каждый человек знает, что было, что есть и что будет. То есть, для него, в принципе, вот отношение к жизни было таким образом сформулировано, что никакого разведения. То есть, мы все можем познать к 40 годам. Собственно, о чем идет речь? Все понятно в этом мире. По сути дела, какое-то будущее, вот, которое, которое не похоже на настоящее, появляется только в работах, я могу вернуться к своим записям, которые касались... Града Божьего, который мог бы быть построен на земле. То есть, вообще, честно говоря, на мой взгляд, тема развития впервые появляется у Христа, я считаю величайшим просто мыслителем в истории человечества, потому что до Христа в других, так скажем, теологиях, тема будущего нет. То есть, вы помните, в Индии буддизме, в Тундуизме буддизме это круг, значит, ничего нового не появляется, ничего старого не исчезает, значит, в следующих реинкарнациях, он повторяет свой путь. Только если не видишь из круга Шамбала. Ну, как бы, если вы, что посмотришь, что на этой речке, и в другой позиции. Значит, соответственно, блаженный Аверлий Агустин, это 300-й год нашей эры, в 354-м он родился, писал, что ход истории будет успешно завершен. Он писал, что град земной может испытывать потрясение и падать, но град Божий постепенно развивается. И, значит, смотрите, только в 16-м веке Жан-Ваден замечает, что природа неисчерпаемая сокровищница, которая не иссякла в течение долгих веков. И он пишет, мы видим, что с течением времени были сделаны многие открытия и распознаны некоторые вечные законы природы в различных областях. И в мировоззрении он пишет Жан-Ваден. А кто он был? И откуда он родом? Ну, о чем он философ, но на самом деле он французский судья, значит, он, естественно, во Франции. 1529-1596. Поверный исповерный по всей линии с которым? Ну, скорее всего, да. Это важно. Значит, соответственно, он наблюдает развитие человеческой истории. Он говорит, что... Послушайте, а вот давайте посмотрим, в принципе, вот назад, но к этому времени уже есть какие-то тексты, которые сохранились. Он видит видимые изменения в истории, и он говорит, что мировоззрение и мышление произошли разительные изменения. И только в 17-м веке, в 1737-м году, Аббат Сен-Пьер, в 18-м до этого не есть, вероятно, первым предлагает идею о прогрессирующей истории цивилизации, которая движется к достижению человеческого счастья. И, в общем, Аббат Сен-Пьер был совершенно безумным для того времени персонажем. Он одним из первых высказал идею объединенной Европы. Значит, и он же первым замечает принцип неравномерного развития мыслящих коллективов. То есть он нам говорит, что мы можем представить человечество как бы состоящим из культур разных возрастов. И предполагает, что шаг, который одна культура прошла за 10 тысяч лет, другая может пройти за 100. и вот это на самом деле утверждение Аббата Сен-Пьера для меня в схеме шага развития является наиболее важным. То есть Аббат Сен-Пьер нам утверждает, что естественный путь развития, который одна культура, или, как мы говорим, один народ, или одна страна, или одна организация прошла за долгое количество времени, другой народ, другая страна, и другая организация может пройти за короткое количество времени. То есть искусственным образом. И в принципе, для меня, вот это является самым важным в схеме шага развития. Может быть, кто-то у вас, может быть, кто-то из вас увидит схеме шага развития, что-то другое, но применяем именно это, в принципе, то есть схема шага развития об этом. И она как раз нам задает основания думать, что в своих тренингах, в образовании мы можем повторить некий путь неких организаций, или, может быть, некий индивидуальный путь ребенка, который основан на самом деле на пути человечества. То есть что мы делаем как бы в индивидуальном филогенете? Мы повторяем антогенез человечества. То есть мы надеемся, что ребенок, условно говоря, за 10-15 лет постигнет всю мудрость мира, которую человечество постигало, на наших глазах как минимум две с половиной четыре тысячи лет, но на самом деле те миллионы лет, когда, в общем, живет жизнь на земле. То есть как это вообще можно втолкнуть в голову ребенку, да и взрослому? Да? Значит, ну вот, эта схема, во всяком случае, показывается единственным путем, не проживая весь этот путь, за все человечество, это каким-то образом можно сделать. У меня эта схема очень нравится, я вот с нее начинаю, как бы показывая, что есть вообще в жизни схемы, на которых можно объяснять какие-то сложные вещи. Я вернусь к схеме отельности, потому что мне тоже комфортно с нее начинать, потому что она достаточно понятна и простая. она это одна из первых схем в кортеже, тех схем, которые применяются в системе наследительства. Схемы акта деятельности постулируют, что для того, чтобы безусходному материалу сделать конечный продукт, нужны знания, способности и средства. Но еще при этом надо иметь цель. Мне кажется, очень простая штука. Ну, простая, потому что я ее, во-первых, не менее 50 раз рассказывал в таких вот беседах с разными людьми, а с другой стороны достаточно сложно, потому что если начинаешь в какой-нибудь организации разбираться, присутствует ли в этой организации весь набор понимания о деятельности, то начинаешь понимать, что, в общем, на деятельность в организации никто особо так и не смотрит. Максим, один шаг назад. Когда-нибудь размышляли, почему за 5-6 тысячелетний историю все, что произошло, подвижка восприятия будущего и общая подвижка произошла именно на границах 16-18 века, то есть так поздно. Почему именно в этот момент? Ну, наверное, размышлял, сейчас ответить не готов, потому что, например, там для меня тоже был какой-то вот, ну, там, одно из озарений, да, что какие-то важные изменения, например, произошли в 60-е год 20-е год. То есть там одновременно Битлз, одновременно какие-то хипикские движения, одновременно музыка, совершенно другая, не так, это слишком близко, не оцените, а вот там все-таки прошло какое-то время, у меня тоже в 17-е год называют там много всяких ассоциаций. Почему именно вот это? Ну, я, конечно, могу ответить на это. Вопросы, просто если будет как-то время, потому что это смена, конечно, индустриальный. Почему смена? Почему смена? Ну, сейчас мы увидим, как это все меняется. Я сейчас несколько схем введу, а потом покажу, как этим можно осмыслять историю. Потому что я без схемы акта деятельности не могу говорить об истории, потому что это достаточно важно для нас, я прошу через, значит, с точки зрения деятельности. То есть я все-таки понимаю, что все их бизнесы, люди, и в общем, ну, вот я хочу сказать, что когда начинаешь обсуждать, например, с компанией того, «Морозка», то может пропасть цель в компании «Морозка», уже нет, в «Морозке», то есть я ничего нельзя обсуждать. Ну вот, они пропали, они пропали вместе со вследствующей целью. Поэтому мы прониклились смело, при этом, но при этом они так отлично заработали все, даже сейчас, сейчас они могут себе позволить. Я рассказываю просто про тренинг, который мы проводили с компанией «Морозка» два года назад. Теперь компания «Российские сети», но это дело не вверх. Значит, я хочу сказать, что пропадает цель. Значит, мы там, если не обсуждать знания, способности и средства, которые оспосабливают эту деятельность, то в общем, тоже достаточно сложно с людьми говорить. Но в любом случае, для меня эта схема, она очень важна. Ну, вы можете ее как бы взять, я считаю, что вот именно она задает смысл деятельности определения. Тебе вопросы-то можно походить? Да, конечно. Знание туда входит все, и теоретически, и практически. Но так, описание технологий, это все в знаниях включает. Ну, что, как, зачем делать? Да? Да. Способности – это такое, как бы, антропосвойство. В данном случае, субъект деятельности, он должен быть, как, знаю. Ну, туда включают и все, и навыки какие-то, и споры источников мышления. Вся антропность, кроме знаний, входит в дух. Ну, да, просто, да. А средства, это вот… Ну, это все деньги людям, которые вокруг. Ну, то есть, это все внешнее, по отношению к субъекту. как бы, это все внутреннее, то, что находится внутри этой деятельности. То, что иногда мы называем ресурсы и так далее. Ну, давай, землякопа возьмем. Землякопа знает, как копать, у него есть силой глазомер, и у него есть слабое. Ну, если еще сказать, какой у него исходный материал, какой конечный продукт, будет очень круто. Ну, смотри, и при этом, вот у него есть какой-нибудь стюклинок, и в виде цели яма два. Явно он… Землякоп явно это средство… Нет, подожди, вот в землякоп… А если землякопа принимать, то его нормально… Знаю, вот, если землякоп идет копать яму, то есть, он… Да, и субъект очень… Очень интересная штука, да? Я не знаю, зачем он идет копать яму. Если он хочет что-то сделать, если у него есть продукт, то он субъект, как бы, автор, во всяком случае, или актор этой деятельности. А если у него нет исходного материала, нет конечного продукта, нет цели, скорее всего, он, в общем, в моем внутреннем средстве, в моем вымышленном домере, у него все есть. Исходный материал, грунт, ну, цель, ну, яму все-таки хочется выбить. Цель, яма два на метр и два в глубину. Хорошо. Закопать тещу. Цель же не яма, закопать тещу. Друзья мои, мы здесь сразу выбираем, сегодня ваше методологическое, как сказано, цой, грязный язык. Начинаешь же оперировать понятиями цели деятельность, а это не деятельность, а это не цель. Ну, я думаю, это цель, запланированный о результат деятельности. Андрей, ну, я вам же говорю, что вот эта схема, я вам скажу, что деятельность, это вот это все, да? То есть, если у нас там нет исходного материала, ничего продукта, цели, в общем, это не деятельность. Этот земляков является, скорее всего, субъектом чьей-то деятельности, то есть средством. Но если он сам хочет, то это является. Он сам хочет принимать, то если он все-таки не земляков, например, архитектор, который... Амогильщик, а архитектор, который остроит долг, то он, скорее всего, выборит марш. Я не понял. Я просто боюсь, что на этом я, по крайней мере, выбору доказательств. Андрей, хорошо, давай, договоримся, что у нас мастер-класса. Для меня там цель, запланированный результат деятельности, не выбраны. Я с привожным здесь согласен. И если он говорит, я хочу 2 на 2 на 2, точно знаю, сроком месте, у него появляется цель к сегодняшнему вечеру в 18.02. Просто можно убрать слово зелегу, любой человек взял нападу, и хочет выкрашать человек. Нет, если он, просто человек, у него нет, значит, дальше, дальше, начнется обсуждать. Смотрите, я не говорю, с ним, ты не можешь не соглашаться с этим. Я пытался понять, просто слово «результат» и слово «продукт» это два разных слова. Я думаю, я не уверен, что это деятельность, что копание яма, почему? Ну, потому что это простое, простое действие. Ну, наверное, это у меня немножко вызывает отторжение, потому что я бы слоны копать, вы знаете, что слоны копать, значит, хоронить своих мертв, то есть и деятельность не важна, а способленные знаниями, способностями и средствами. Из исходного материала получается конечный процесс. Не всякое действие будет деятельность. естественно, не границ. Вот я нарисовала, нету цели. Ну, подожди, земляков 2 на 2 на 2, 18 на 2, то есть то, где тут цель, ты же не говоришь, что эта цель, она есть. Я говорю, да, что она вот появляется вот у этого чувака, который задумывает всю деятельность целиком. Вот я иду с лопатой, у меня есть цель, яма 2 на 2, у этой цели есть смысл тещу похоронить. Но цель, это яма 2 на 2 на 2, ну, для меня цель. Проминутся, цель. О, же, цель тещу. Ну, смотри, я это не знаю, мне ведь, ну, не трудно с тобой согласиться. Ну, просто, короче, ты можешь этой схемой мой пример опровергнуть. Вот тебе начинали. Ну, я пытаюсь опровергнуть, говорю, слушай, я не вижу там продукт, который можно продать. Ну, яма, земляков, я владею, вот это, яма, который ты мне говоришь, яма, да. Она не ценна для меня, сама по себе. Кого ты тебя? Ну, вот, в этом твоем примере. А для кого она должна быть цель? Ну, для кого-то, кто-то, 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 земляков. Я действительно храню кому-то и прошу выкопить эту яму. Для меня это. Хорошо, я и говорю, тогда будет средство в чьей-то деятельности. Тот, кто копает, в смысле? Тогда тот, кто копает, будь средство. Он, конечно, вполне. Ну, то есть, ну, хорошо, здесь, наверное, получается так, что я использовал себя как средство для того, чтобы выкопать эту яму, и мне же она ценна, потому что я туда положу чертёщу. То есть, тут слепилось две позиции. Ну, такой пример. Если вы заберете взять, как я буду ему выкопать яму. Посмотрите, я вижу, у меня есть цель чтёща. Яма, конечные продукты за неё должен заплатить. Нет, нет, моя цель закончена. Конечная цель – холодно кушать. Ну, хорошо. А вот Сергей, средство, подожди, а когда он как средство в рамках моей большей деятельности, со своей целью выкопать яму, получить деньги, закопать тёщу, со своей лопатой идёт, у него деятельности нет. Нет? Почему? Где граница? Не масштабируем. Цель не нужна. Подожди, Тогда либо выделили, что я, наверное, наверное, нет ответов на все вопросы. Я, в общем, хочу показать, что внутри деятельности люди существуют как средства. Люди и машины, да, могут существовать как средства. Я, конечно же, понимаю. И так, понятно. И та, в общем, цель, которую ты, ну, хочешь, как бы, вменить человеку, какого способность мыслить, например, ну, там, сотруднику какой-то организации, сказать, что у него есть цель, там, сдача отчётов. Нет у него такой цель. Это чужая цель. Она у него не выявляется. Он там работает как механизм. И ты его не видишь. Мы, мы, в общем, не говорим здесь, что здесь есть Вася такой-то, Пупкин. Он не Вася Пупкин. Это сотрудник организации. Не будет Вася Пупкин, он придёт на это место. Другой. Не будет Сергей Капатин. Давай с собой согласимся в чём-то. Я тоже. Деятельность, деятельность. Для меня это целенаправленное поведение. Нет цели, нет деятельности. То есть здесь мы с тобой сходимся. Да. Но, я не услышал, дружище, как ты определяешь цель. И тогда мы с тобой не можем соотнестись. Потому что теперь это не цель, знаете, что? А это тоже не цель. Почему не цель? Не цель. Ну, наверное, я смогу сказать, то есть хороший вопрос. Тогда вопрос не будет. А можно урегировать? Давай определение. Определение цели. Хорошо. Я могу поговорить про цель. Что я понимаю? Про цель и я хочу как здесь лежит цель. Здесь цель лежит на границе деятельности. То есть что значит цель? То есть мы знаем несколько по сути дела этимологии слова цель в отличном языке. Слово цель естественно пришло к нам в практику управления неизованный язык. То есть оно пришло вместе с управленческими практиками из менеджмента и так далее. Вообще сама постановка такая, что у человека должна быть цель, она достаточно новая. То есть люди веками собственно жизнь ну сейчас поговорим как бы он такой ответ он подкаку взялась. Я проще с поиском взялась. Значит смотрите первое первое упоминание в европейском языке в европейских языках первое слово цель это в английском бад вообще ну то есть Англия может быть я думаю из-за футбола может быть из-за футбола то есть из-за того что там была вот эта игра которая позволяла людям синхронизироваться между собой менять разные роли хотя я не знаю может быть такие игры были из других стран но вот у англичан совершенно точно там ролевые позиции есть игровые причем равные да по ответственности защитник нападающий обратарь то есть ну как бы все бегут в одном направлении есть цель забить мяч ворота и так далее ну так вот самое древнее упоминание слово цель это бад бад всего лишь удар головой то есть у древнего человека другой цели как отодвинуть древних знаешь каких человек ну древних потому что футбол даже не такая древняя ну понятно а как кто знает время ну давайте можем посмотреть вот есть компьютер время появления футбола то есть достаточно поздно фиксирует потому что все равно нужны какие нужны какие письменные источники сша русское слово цель вообще недавние что это слово ну подожди цель это слово целое ну вот что она не знает вот что она объясняет ну целится то есть ну там я тоже и в эту этапологию смотрел но я в общем ответственно говорю о том что в том значении этот возможен так целенаправленной целенаправленные действия целенаправленные действия это движение к цели вот в этом они попут то есть 1 это удар нет никакого образа то есть там есть образ того что мы двигаем кого-то от того что нам мешает второе мы знаем значение цели так это латинского торга щит то есть цель находится там где есть щиты врагов на границу нашей жизни и мне вот такое значение цель она наиболее цель на самом деле там где мы не можем взять руками если у нас цель лежит там где мы можем взять руками понятного нами пространство цель она всегда за пределами возможно и в этом смысле конечно писание отчетов применение копания яма применение цель то есть ему вообще я вражаю простую схему для того чтобы показать как деятельность она вообще не задается новую жизнь после этого я согласен а с данный отчет назначенному времени заранее запланированы запланированы выкопанная конечно может быть цель потому что это заданная штука и ты опять эти хоронишь тещу не потому что твоя собственная цель а потому что так принято а с какого времени принято да не понятно вообще с какого я говорю потому что даже славы хоронят своих мертвых и плачут а может привести пример того что ты считаешь целью значит друзья мы сейчас будем двигаться я покажу как это все появляется на других схемах поддерживаю первый вопрос который надо дожать я перерисую схему еще раз ой подожди назад меня протокол отбираю я все можно я сдал кто 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 это я я забыл своеобраз я тоже а я помнишь схему который я помню вот человек вот у меня есть то есть она так ее не интересует исходный материал конечно ну как бы то что она решила делать и вот эта стрелка она такая очень мощная по-моему то есть если ты так живешь то елки ты вообще никто не мешает знание способности средств не хватает знаний и способностями для деятельности собой и а продукты помочь сначала зачем интересоваться мы собираем мы-то распределимся какой-то значит дальше такую штуку которая помогает понять что такое с кем мыслей в общем и привожу пример со строительством дома я говорю что у архитектора у него появляется образ я помню он рисует там какой-то дом для него там продукт и так далее но если взять администрацию города то нифига это не цель получается работа архитектора потому что с точки зрения города это же без зрения бога зрения бога и я уже с вами об этом подумал что если вот сейчас мы сейчас мы отойдем от того что цель вообще у бога ну значит вообще деятельности нет никакой ну кроме божицы вот вопрос может быть в канаде деятельности нет в этом смысле вообще нет мы сейчас поднимемся на какой-то уровень что-то похожее александр мы увидим значит страшные вещи смотрите ну может быть там ну не архитектор давайте возьмем давайте возьмем этого парня который в конце концов возят там откуда-нибудь из турции черном да, гробой да тёщик тёщик значит который закапывает он возит и возит то есть достаточно их знаете способность в какой-то момент он сталкивается с тем что у него не хватает денег допустим или рушится рынок ну то есть в какой-то момент он чувствует там либо кризис либо что-то да должен подумать над тем о чем он собственно занимается да у него цели нет никакой он просто ну надо зарабатывать деньги в него цель квартиру да дайте говорить коллеги ну я не просто что у него может быть цель там деньги заработать это я все никак не подниму это там достаточно поздно сформулировал вот этот предпринимательский концепт то что предпринимательство это зарабатывание цель предпринимательства извлечения прибыли у этого концепта есть вполне определенная я бы расстрелил ну поскольку он же задал как бы мнение на несколько сотен лет не вовсе беды были соответственно другие которые говорили о том что вот эта штука наиболее важно потому что в общем как бы апреля всего лишь критерии есть концепт пользы за прибыль это значит для того чтобы оценить в чем проблема деятельность и у необходимо сделать то что мы называем рефлексивный выход то есть остановиться как минимум и я считаю что вот этот вопрос остановки в восточных правах проработан потому что по сути дела опять-таки я говорю о том что люди детерминированы прошлое они движутся не думая о целях они повторяют то что было всегда в культуре в природе в семье в организации значит момент остановки это важное открытие мышление человечества когда люди сказали вполне определенный мыслитель сказал так я посижу под деревом и подумаю как я живу иначе рефлексивный выход для того чтобы посмотреть на эту деятельность со стороны чем я занимаюсь ну собственно каждый раз когда я прихожу в какую-то организацию я говорю что мы должны первое что сделать остановиться посмотреть собственно как это все устроить ну конечно же я прошу нарисовать как они по-разному я думаю что мы потом на этом тоже остановимся вот так я сейчас объясняю схему вот он первый раз выходит посмотреть на то чем он занимается значит в схемах снг подхода есть такая схема называется матрешечка то есть она показывает как устроено управление принципиальная схема значит что есть управленческие схемы вот таким образом нарисованы вы знаете да какой структурой я сегодня хотел даже книжку принести тяжец которая была написана в двадцатых годах там разные схемы производства вот они вот производства рисовали именно этим организатором тот один управляет другим и утром перезместить этого отдела тогда работа георгий петрович нравится работа московскую металлогическую кружка управление обозначается вот такой схемы что дает нам вот такая схема управления она дает на представление что управленческой системы не стрелочками влияет а полностью охватывает систему которая которая управляется в чем разница то есть вот этот парень который вышел в рефлексии по поводу своей деятельности для того чтобы управлять этой деятельностью он должен захватить его с таким образом то есть он этой деятельности не вот так управляет а он и захватывает то есть он их должен вот так вот все полностью прорисовать у себя бывает один толпы каким мне тоже очень интересно поговорить об этом значит он охватил деятельность и он в этот момент должен быть конечно представлять что это деятельность управляет не только он я здесь рисую определенный набор позиции сам 6 но считает это вот наиболее сейчас трендовое направление именно в систему мысли деятельностном подходе если хотите методологии разобраться такой набор позиции управляет деятельностью то есть я вот считаю что тогда он начал эту деятельность он такой был начальник да так мы говорим или там предприниматель то есть ну по сути дела он был архитектор он вышел сюда а с чем он столкнулся например столкнулся с тем что у него не хватает денег значит есть такой некий инвестор позиции который тоже управляет здесь на самом деле для этого парня который вводит вещи из турции дня той организации которая зависит от банковских кредит это очень актуально то есть вот есть не инвестор который тоже управляет детям для парня тоже кто взял деньги и теперь надо да кто еще кто еще там управляет управляет еще потребитель то есть это по сути дела 60 год 20 то есть обратили внимание на то что вообще в бизнесе есть потребитель который управляет деятельностью ну а в социальных концептах обратили внимание накануне французский революции и ее же и сделал то есть сказали слушать а ну то вообще то тут тоже есть разделили таким образом управлять я еще такую позицию за будущее то есть что такие best practice который еще не распространились на эту деятельность но в принципе они уже кое-кде есть условно говоря если у вас бизнес но нет аккаунтов фиттере то в общем короче рано или поздно у вас здесь замет потому что там все общение группа будет идти через инноватор мать его убьет конкурент который станет лучше но то что он лучше он уже сейчас он уже где-то родить что-то делать лучше то есть вот эта позиция заставляет и пересматривать то есть в принципе вот это он блин который делает лучше его всегда хотели замочить то есть ну как в девяностых участку хотели замочить так в общем и на протяжении истории человечества всегда хотели замочить потому что кажется ну мы сейчас одни останемся и значит у нас тут все но нифига не мне кажется тут очень интересная вот эта позиция потому что именно она формирует запрос на постоянное обучение и саморазвитие то есть вот он поскольку он развивается каким-то образом лучше чем все остальные значит он нас заставляет не стоять на месте это если происходит понимание если понимание того что ну либо его надо убивать вообще если для компании которая занимается каким-то видом деятельности нет понимания того что вот какой-то кто-то там что-то делает в каком-то будущем изменит их жизнь то они не будут ничего делать то есть это нужно чтобы возникло у компании понимание что это потенциальный конкурент как вот например стык опять-таки 18-19 века когда появились эти паровые двигатели и корабли стали ставить никто же не думал о том что на корабли надо ставить паровые двигатели что это вообще чему-то приведет и в одной части буквально там в течение 10 лет исчезли миллиардные компании которые производят паруса да ну то есть абсолютно точно я здесь обычно провожу пример с пейджером то есть еще 10 лет назад были компании там в раз и пропали значит и точно так же пропадут ну пропали компании фиксированные связи ну еще не в конце но так пропадает в таком смысле как бы пропали или то парень что вот соответственно лежит там когда ходит google с какой-то канадской компании проект о том что вай фай будет по всему земному шару в общем это должно заставить задуматься конечно все компании сотовой связи но я не вижу то понесено об этом задуматься поэтому ждать корейства но подождать историю от велико все теоретически ты сейчас говоришь о том что компания и предприниматель он изначально должен быть настроен на бесконечное существование своего бизнеса я очень много работаю с бизнесменами я понимаю что вообще-то если бизнесмен разумный и способный он набирает капитал необходимый для того чтобы ему лично его семье даже до конца жизни вот завтра а все что происходит потом происходит исключительно по инерции и умирание его компании его совсем не беспокоит потому что к этому моменту сформирована рента на котором будет жить его семья и беспокоит только тех сотрудников которые там работают потому что они не успели себе сформировать мы живем в государстве которые не думают что будет конечно поэтому зачем то зачем на зачем какого-то государства в этом дом потому что вот там конкретный чиновник он уже таскать обеспечил свое будущее до таскать там до третьего года потому что вот этот пункт очень важно друзья я предложил себе позиции дослушать потому что у меня тоже много вопросов потому что будущее это не обязательная позиция она скорее она есть может быть еще есть какие-то позиции может быть я их неправильно назвал я просто хотел сказать вот для схемы о том что смотрите управленческий слой над деятельностью он гораздо меньше деятельности то есть тут счетное количество позиций и название каждой позиции это определенные веха в истории человечества то есть этого веха во первых этого шага рефлексии веха на стене но она уже построена в мышлении то есть там как у архитектора дома еще нет но как бы у него мышление дома же стоит позиции инвестора то есть когда можно дать денег на определенную деятельность то есть не делать это все самому то что так придуман так сам и делу ну даже инвестор может быть не только материального но и по сути делал который как бы собирает людей которые могут что-то сделать ну так появление потребителей я сейчас не хронологические последовательность рассматривать позиция вообще как мы можем смотреть на свою деятельность из будущего это вообще мне кажется последние 20-30 лет потому что в принципе невозможно было бы даже ну там сто лет назад задумываться о будущем дальше чем на 50 лет они достаточно простые то есть это позиция такого административного директора который как раз вот эти вот средства все здесь собирают вот это вот всю мешку хурутина идет и тогда разруливают и все остальное значит и такая позиция она с одной стороны такая как у судей который он не дает всем переругаться между собой собирает их по сути дела в одном слое модератор председатель совет директоров он может быть если это совет директоров может быть это позиция методолога я хочу сказать потому что он удерживает как бы разные позиции он способен видеть что есть множество позиции но он готов все эти позиции учитывать и в принципе вот такое одно из недавно открытие один из недавних инсайтов что может быть это и сам предприниматель то есть именно вот эта позиция это предпринимательская позиция может быть их много на том что он занимает позицию ну то есть это тот который смог вот эти все позиции собрать сам ничего не шло то есть по сути дела проект он взял взял этого потребителя учеб образ будущего увидел директор по сути дела это предпринимательская позиция он ничего сам не вкладывал но всех собрал где государство и общество ну это зависит от на штаба вот это и картинки то есть вот я здесь рисовал организацию сейчас как я говорила если мы хотим говорить о государстве и обществе мы будем говорить о государстве и обществе на этой же картинке только только здесь у нас качестве инвесторов налогоплательщики качестве потребителя его ответ значит в качестве потребителей будут граждане будущее также влиять на образ государства то есть пожалуйста типа это структура государства не нравится есть лучше будем туда перемещать административный директор председатель правительства судья нашей конструкции президент архитекторов у нас было в россии я вижу три значит ленин и условный путин который вот новая россия то есть они между собой не связаны архитекторов мы не знаем мы забыли в общем по сути дела занимаемся проектом который ни у кого целиком в голове коммуникации коммуникации между вот этими позициями в стране нет если захотите побыть в любой из этих позиции все позиции открыты ну то есть вот у меня методологический насколько я понимаю слово второй вопрос ты в моем сознании как это слепаешь или путаешь влияние управления говорят что потребитель является субъектом управления и когда потребитель есть просто влияние начинает влиять целенаправленно он становится субъектом управления я не превращается в управление ну слушай я готов учитывать твое мнение да я тебе предлагаю посмотри на то о чем ты думаешь с моей точки зрения то есть когда он не просто влияет а полностью управляет причем не полностью то например я тебе говорю хорошо записать как цель еще управляем а то есть определение там понятие управления где ну ты сейчас мы следили на походе у меня есть да поделять пожалуйста определить что значит то что я сейчас нарисовал системы наследие прошлое называется техническая схема без названия позиций она просто что есть некая деятельность ведется и есть вот такие позиции которые это деятельность управляет а скажи мне нарисографически вот такое твоей метки традиции не рисует под человечком дугу чтоб скажешь это не реально вася кубкина позиция не было проектировать всегда когда ну ты знаешь так что когда рисуют такую штуку имеют ввиду не вася кубкина позицию просто он мне показал что эфира такую штучку не говорят что это позиция не хорошо всегда когда рисует вот эту морковку речь не идет тогда второй вопрос а правильно я понимаю что позиция это отдельные похожие на себя набор каких-то не знаю действий или это функция одного человека там делим на три позиции у тебя был первичный один человек а потом ты был на 6 раз 6 лет ну я его расшиферил потому что просто это не значит что ты меня в туфет поставить да я думаю как на него ответить чтобы в одном и том же языке разручал конечно набор функций похожих тогда простите внимание извращенности точнее защищенности мышления бесконечное количество позиции видите похожести то есть то во всяком случае компоновать по категориям ты точно можешь то есть говорить например что здесь не просто грубо говоря директор а здесь еще вот у нас там в предприятии директор секретарь значит секретарь там еще кто-нибудь у нас есть бухгалтер вот они все вот управляют мне для того чтобы получать позиции разобраться как допустим архитектор ну или я могу если у меня есть задача разделить позицию администратора на три три человека на три позиция можно конечно ну конечно не противоречие мне не противопас практично что за меня нравится тебе нравится 6 мне нравится 6 почему потому что я вот этот набор у вас еще и тренируется пусть примерно как он видел методологии microsoft solution фреймбург то есть когда они работают над рабочей группы они делают примерно такой набор позиций он там плюс-минус отличается там тестировщик у них есть еще но я так думаю что тестировщик там грубо говоря это потребитель то есть сюда засовывают но в общем на этот тестировщик в том числе ну кроме microsoft solution фреймбург слышали то есть кто-то может по-другому там у тебя потребителя если на одного человека то мы его рассматриваем как потребителя как того который получает какую-то пользу все речи удовлетворяет свои потребности от своей же деятельности ну вот у него для него продукты ну если я например вот я один человек физическое лицо физлицо я могу себя по этой теме разделить наше статус может конечно выделите себя который потребляет результат своей деятельности но в этом случае море на тебе лежит весь риск понятая деятельность поэтому когда я с кем-то разговариваю я говорю деятельность должна быть разделена почему потому что тогда риск неудачи деятельности ложится на все эти шесть позиций и microsoft solution фреймбург в рабочей группе делают 6 человек и им жестко меняет занятие позиции то есть вот если ты отвечаешь за инвестиции ты пожалуйста не думай о том как продукт будет выглядеть потому что об этом думает архитектор когда вы все обсуждаете думая только о том сколько ты заработаешь ну в общем такая хорошая штука разделение интеллектуального труда значит про методологию дальше идем да дальше мы постепенно с вами рисуем схему наследительности то есть у нас есть вот слой деятельности мы теперь знаем про рефлексивный выход и про то что здесь есть набор позиций этот слой у нас называется ну так вообще-то слой рефлексии да раз он у нас рефлексивный вот это да но кроме этого это еще и слой коммуникации то есть она в этом слой либо возможно между этими позициями условно говоря либо невозможно тогда но там деятельность исчезает но прикол в том что схема наследительности нарисована в кружке таким образом что она демонстрирует что коммуникация это невозможно ну почему почему невозможно невозможно коммуникации невозможно сейчас буду рассказывать почему ну во-первых вот прошу вас обратить внимание на вот такую схему потому что здесь значит нарисована стрелка как бы одна позиция что-то говорит вот в другой позиции и между ними разрыв коммуникации то есть сейчас из последних исследований мы знаем что из того что перед это говорить с текстом усваивается не больше 30 процентов то есть 70 процентов не усваивается поэтому я честно говоря давно отказался от всяких лекционных занятий предпочитаю чтобы люди сами общались между собой и только смотрю какие схемы возникают в это время на столах чтобы задавать такие условия чтобы эти схемы постепенно развивались до моего собственного представления то есть для того что я хочу увидеть на столах и считаю что в групповой работе люди способны дойти до понимания ну там таких важных вещей которые мне кажется для этого коллектива людей важно ну честно говоря я не знаю как это делать ну вот в нашем случае потому что я хотел бы рассказывать про схемы ну может быть со схемами это и проще потому что в общем я как бы работаю вместе с вами значит есть какие то вопросы про схему коммуникации откуда это аксиома разы сейчас я буду объяснять ну но схему понять да вот когда двое разговаривают друг с другом не понимаешь древний правиль сказать правда не слова говорящего в ушах слышать а ты сразу скажешь что понимается в своем лице СМД что это за действие под названием рефлексии или это действие предсостояние что за хрень рефлексии которые все говорят значит ну вот смотри ты занимаешься какой-то рутиной и когда ты останавливаешься и способен на это посмотреть сверху ты сверху ты шлитафию вводишь я вверх день и спеши онтология вот смотри когда мы с тобой разговариваем о методологии и рисуем методологию вот здесь на столе вот это рефлексии подожди это материальный метр и оставление ветра ну ты слышишь это рефлексии ну так я тебе говорю что что означает этот период не стрел, а та черта ну давай я прошу подснимать нет больше это корень из стола нет нет это рефлексальная черта а вот это стола означает эта черта граница до резона и в чем разница в ходе и на дне избираем англия да ну это же все достаточно условно то есть ну ну никакой условно мы когда разговариваем да, мы в общем используем достаточно странные да 10 метров еще 10 метров но всегда можно сказать где точно москва например кремль точно москва и где точно московская область скажи я материальный мир ниже черты где мы действуем воем да вот там а это там где мы думаем это виртуальная реальность значит там где граница москвы это не то что есть реальность потому что мы выйдем на эту дорогу согласен но я могу сказать что на карте означает это область смешно его но поскольку мы говорим с тобой объекты не географическом нам очень потому что если ты мне скажешь а где мир деятельность то есть вот что такое мир деятельность и мы тоже чтобы будем разговаривать об этом не будем находить где он вообще этот мир наших разговоров просто мир деятельности или нет или вот я там ручку взял это вот мир деятельности или нет и так далее то есть поэтому на схеме вот я тебе могу сказать вот здесь мир деятельность а здесь есть такая штука как свой рефлексивный коммуникации или слой рефлексей и коммуникации в котором мы который мы выходим и можем посмотреть на деятельность сверху то есть для меня означает посмотреть на деятельность сверху это представить голове деятельность таким образом что можно ее нарисовать рефлексии коммуникация деятельностью не является правильным никогда определить определению который уже удар да да это это отдельный слой ну мы дойдем афтотрехслойки потому что внизу два недель если действовать нет слой деятельности слой деятельности слой коммуникации вот здесь есть слой чистого мышления мышление тоже не деятельности а вот это все вопрос совсем внизу я видел не деятельность а действование и как я его понял он сказал что во первых деятельности нет а есть мысли деятельности а в мысли деятельности можно разделить три слоя чистого мышления мысли коммуникации мысли действовать ну хорошо и тогда деятельность мысли деятельность это все и тогда мышление это часть деятельности все похоже просто хотел упростить вы можете пить чай значит я буду рассказывать пить чай курить в общем не имеет зачем главное что я здесь нарисовал значит коллеги когда головы зрители не нужны вы мне очень нужны это точно скажи честно в любом и теле то что в общем ты видел по словам по мысли действия по мысли действия это вот в этом слове но понятен договоримся это уже ты читал что-то я допустим там не читал я что-то другое читал ну в общем вот там через какое-то время мы все это утрясем когда все сможем рисовать эти схемы мы будем тогда в общем что-то здесь одно выберем разберемся чем слой деятельности отличается от мысли действия и так далее но пока я могу зафиксировать что это вот в этом слое находится значит почему коммуникация невозможна щедровицкий на схеме указывает два таких ноутбука он говорит что мышление устроен в следующем образе георгий Петрович единство а картинки были называется ортогональный доз две ортогональных доски значит на одну из этих доза одна доска называется объектно-оркологическое второе называется орднеятельность что это значит у этого собраны некие объекты его антологии максимум за них это чистое мышление и вот у него наряду с этим объектом есть представление о том как его знания как с этими объектами можно манипулировать делать но поскольку в общем мы все родились в разных странах в разных семьях в разных городах ели разную пищу дома стояли разные книжки смотрели ну хоть одни телепередачи но разные фильмы в кинотеатрах и так далее то есть нам это все задает что что у нас находятся разные объекты вон который мы понимаем разные вещи этого штука хотел сказать очень понятно демонстрируется на схеме когда есть некий объект физический или интеллигибельный который нельзя выжить мы замещаем его неким знаком то есть набором звуков может быть жестом каким-нибудь или там рисунком то есть грубо говоря словом который объект физически или интеллигибель замещаем вот эта процедура называется вообще схемы знания схемы знания и она показывает что любой сложный объект мы замещаем знак это стрелочка вверх чего стрелочка вверх ну а она и не стрелочка то есть она такая штука без стрелочки она показывает как раз процедура замещения что объект замещается не полностью то есть он не обозначает он не входит в голову значит и не управляет как она а он именно замещается например стул называем столу наверняка эта штука называется более сложный чем слух это факт ну можно да хорошо опять начальнический вопрос по этой схеме а что означает левая не стрелочка которая вверх не стрелочка и правая не стрелочка вот что это означает вот вот ее заместили словом скажите слово нет Андрей это же история как эта схема знаний создавал то есть это в лекции у петра георгиевича описано что не равно как не палочка но видимо в общем это то же самое ну ладно это я потом скажу в общем это старая очень схема она означает замещение она она все уже там были что самое главное что я помню что это не стрелочка это смак замещение значит у кого-то объекты действительности заместились одними словами у кого-то те же самые слова заместили другие объекты действительности поэтому мы с трудом в принципе друг другу понимаем почему с трудом хорошо еще что на русском языке разговаривать это позволяет нам хотя бы друг другу понимать если мы разговариваем с иностранцами в принципе они от тех самых объектов же разговаривают но у них для коммуникации используются другие знаки замещения сама нарезка объектно-онкологической вовсе разные и знаки разные ну естественно беда но сама объектно-онкологическая нарезка да вспомнишь сейчас прочувствую у которого минус снега есть 500 да и для каждого есть слово да ну это вот как раз а вот эти штуки соответственно лежат на объектно-онкологической доске вот этого вот такие а у этого другие они же все не просто не совпадающие не помнят это еще хуже не помнят в неком степени этого самого но сейчас вот нам важно зафиксировать что они принципиально могут быть разные ну как бы здесь ну могут быть зафиксировать что они могут быть даже а значит я я скажу при каком условии они могут быть одинаковы значит и орг деятельностная доска вторая из ортодональных досок это доска на мой взгляд может быть есть какое-то другое мнение в литературе литературе можно сказать что ты не обошел ну не не ну не ну ну пришла просто к чаю смотри за ней сами не кто бы это ни была девчонки здесь здесь на мой взгляд находится именно схема из орсената схемы московского металлогического кружка то есть если работает вот эта схема замещения значит она у человека есть если есть схема автодеятельности то человек соответственно не живет если есть представление о будущем и схема шага развития человек ее использует если есть ортоптические схемы представления о деятельности как то что управляются разными позициями то это тоже есть ортоптические схемы а простой пример я могу провести такой что есть люди которые каждый день утром встают ну идут на работу работают на работе приходят домой смотрят телевизор выпивая пиво ложатся спать и собственно это одна схема которую человек использует не схема автодействия а причем это не схема не схема не схема не схема я я таких людей знаю мне и выходные проводят одинаковые работают по другой схеме но гараж в пятницу и понедельник выпадают счастливые люди значит там поездка например в другую страну с прохождением таможни аэропорты и так далее для них огромный стресс потому что это не укладывается в привычную схему они за границу обычно не выезжают не совсем так они каждое утро проходят за уровнем проходит но это у вас это у вас не почему я я просто показываю принципиально что у одних людей на деятельностной доске лежат одни схемы деятельности у других людей может быть много таких схем деятельностей а может быть там а если они не везут а а если они не везут что происходит никаких схем не лежит здесь есть люди которые схемы тошнит они слышат звуки это ужасно ну другие искусства там какой-то там не знаю композицию уверяю вас у него нет другая у него схема когда он чувствует эти ограничения красненькие где-то был здесь они были что я сижу внутри какого-то пространства из него прямо чувствую прямо на самом деле там все есть можно описать они стоят чистят зубы идут на работу могут пройти до магазина например их можно спросить а как они дошли до магазина то есть скорее всего они какую-то схему как описали до магазина могут нарисовать и я в свое время узнал от Анатолия Игоревича или Венчука он так с интересом воспитывал своего сына что оказывается маленький ребенок во втором классе не может описать как он завтра пойдет в магазин то есть как он вчера ходил или там как он сегодня ходил в магазин он схему нарисовать словами может а как он завтра пойдет он не может потому что у него любящего нет для себя мне 44 но я не могу написать схему как я завтра пойду в магазин я взял и проведу я точно не могу описать схему как будет завтра да это не будет у него где же труды а это ты решил с эпоху сюда делать есть разные временные чаки планированные люди есть люди и сразу схемы не относятся то что получается да мы слышим предъявительность и получается много схемы не относятся но это описывающие не можно не слушать да значит еще интересный вопрос по поводу схемы да и я ему проговорил что схему можно описать словами можно нарисовать художественными а можно нарисовать жестко вот ну по сути дела схемы это все иные катаники языки описания максим да ну в общем схема что такое схема я например сказать что вот квадратики которые вот мы здесь рисовали квадратики управления не появились очень поздно тоже в конце девятнадцатого века их изобрел король адолинский считать что квадратик вот этот бизнес процесс который лежит там основе диаграммы ганки и так далее я кстати ну такое небольшое считаю открытие совершил историческое я считал что король адолинский он вообще подданный российской империи был жил в польше значит он так же вот как он же филолог нет нет начнем он жил в польше и считалось что он конкурирует с генри гантом за открытие графика процесса а я нашел фотографию где адолинский сидит вместе в соединенных штатах америки с эмерсоном в общем с человеком по фамилии эмерсон я не помню здесь наверное мнение который входил в кружок в котором участвовал гант то есть по сути дела это была такая немножко интиментальная коммуникация по поводу вот теории управления научной теории управления то что называлось scientific management то есть вот то то как мы рисуем и то как эти схемы используются например в радио день это открытие совершенно недавно у меня есть с собой презентация я делал для нашей для наших таких посидел в Стамбуле хотел продемонстрировать то есть вообще как являлись схемы например временные например эту историю известную о том что там Адам Ева и все остальные впервые нарисовали вообще в 13 веке то есть появилась там на каком-то соборе потом значит рисовали но ведь а у удеев это еще до нашей эры там дерево сиферот это появилось оно же тоже некое временное планирование но оно же не было по схеме а почему там же четкая схема с цифрами я знаю что такое схема мы записали то что мы не знаем что такое схема схема это не изображение я так понимаю мы не знаем что такое схема с точки зрения максима не навешивай свое я бы спросил прямо я устал потому что схема это тогда ты простыми знаками замещаешь сложные вообще языковые правильно я понимаю что схема это обращенное символическое изображение какого-нибудь объекта или группы отличный вопрос русский великолепный дело в том что схематизация вообще с латинского переводчика упрощения это раз а второе замещение знаком сложной лингвистической конструкции сложного объяснения считается упрощение символизм ну конечно это и есть схема согласен а вы еще раз с ним договорились важно еще что то есть не упрощение а усложнение но отображение схема всегда изображение что да соответственно схема может быть это 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 что да давайте сейчас перерыв На нашей схеме сейчас перерыв Но Максим сказал, что прорываться он не будет У него в схеме перерыва нет Перерываемся, а он продолжает Ну давайте сделаем перерыв Интересно, насколько хватило вас, чтобы работать без перерыва? На полтора часа 10 минут тогда перерываем Я слышал версию, что слово «катастрофа» произошло от хрустов стряха Звучит не плохо Когда кружок организовался, по сути дела, работа кружка заключалась в том, чтобы переоткрыть всю философскую проблемацию Потому что они жили в Советском Союзе У них не было доступа к западным книжкам И они таким образом работали в кружке Все сжали время и пространство И прошли вот этот крутосторический путь В основной философии классической А разве Георгий Петрович не был психологом? Он же доктор психологических книг был Кандидат философии Нет, я не... Ну я вот до такой степени Не знаю, насколько я понимаю Досконально, биографию Там проблема в том, что отец был психологом, а сын философом В общем-то базово-базово Там по поводу этого... Ну смотри, там, значит, история такая Что Петр Георгиевич кандидат педагогических наук Георгий Петрович, я не знаю, какое у него научное звание, честно говоря Ну, я тоже говорил, что википедию можно посмотреть А где был сам авиастроитель? То есть он отец был, как бы, где-то нам не имеет отношения Да Ну, не, не знаю, что ли, они где философы, потому что все философы Нет, нет психологов, есть философы Ну, дело в том, что, конечно, авторская степень бывает только Конечно, Георгий, Георгий, а они как-то другая Нет, ну, Георгий В Советском Союзе искусственно было создано какое-то разделение На самом деле, в природе ищем существует только одна, вот, докторская степень, по философии Что, по-моему, есть в медицине, в медицине училась докторская степень Это тоже обсуждаем Да, тоже обсуждаем Поэтому, несомненно, любой человек, который доходит до уровня докторской степени, он философ Чем бы он ни занимался до этого Хоть человек Все время не спорю Ну, а в том, что у вас есть, ну, как бы, в зависимости от того образования, которое вы получили Либо в педагоге, либо в психологии, либо в философии, у вас будет разный подход Да, у меня нет, вот, про эти, вот, писали, я понимаю Да Ну, я просто не знаю, то, что случилось Если вернуться вот к тому, хорошо И, соответственно, у вас будет такой способ входа в сознание людей Вы будете по-другому с ними общаться Значит, Георгий Петрович, конечно, считает себя учеником выгодства Ну, вот, который был психологом Который был психологом? Да, возрастная психология Что такое? В принципе, кто-то всякий случай Что такое психология начала века? И где она там? И где она там? И где она в философии, там? Можно в городский, это начало, прочее? Нет, ну, мы сейчас психология, мы, наверное, хотим поставить сразу, потому что психология, это наука о душе Да, а наука, она вообще говорит, что наука души нет Правда, психология занимает театрогию Психология, психология, это вообще не наука Да, всё Это наука, а то, чего не нет А философия? А философия, это наука о том, что есть Так вот, как-то мы говорили же о том, что фундаментом, все вообще направления в духе и имя, неважно чего Последняя философия, и в нашем период, завтра, и в конец этой церкви А високе и вилософии Можно сказать? Ну, в китинге Это всё уже А в базе она стоит, потому что мы скидывались, понимаешь, дуально мы сняли И егель тоже Дружище, для тебя, в нашей группе, выложена ссылка на книгу квантовая психология Тебе понравилось? У меня она есть, я уже и подал Последний? Последний? Я, ну, я там Друзья, мы кого ещё потеряли? большого человека и где и и и а и я и 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 а то о чем и и и Я вас прошу потратить 10 минут за то, чтобы объяснить, что я рассказывал. А может быть, я на стену поеду? Чайник сейчас принесу. Если на что поместите, то он создал перед буфетом, он опилился. Слушай, у меня там был способ. Вот ты ему отдал, как я сейчас купил. У меня он с моим кормить. Ты радовался, что тебя есть на чём и прыгал вообще. Кого он вербалить? Это плюс, да. Я вам, конечно, согласен детьми отдаю. Формулируй ТС. Это как мы вместе поняли. Это рефлексию того, что Я вас чертюк. Гроссбух. Чей Бук. Чей Бук. Чей Бук. А не в презентации от того и полистой. А чтобы нет яиц? Упс. Ушла. Ты давай не деньги считай, а инфессию. вот здесь первое я не знаю 10 минут ну что начнем мы нет, да надо рисовать теперь вот это и вот это и нельзя у пальчика ферс 10 минут 10 минут так а если я не согласен что понял а потом задавай вопрос да ты что совсем не согласен или совсем все не согласен я не понимаю, а что это первое полтора что такое все записи кроме тебя а куда делать нету а всем остальным уже можно все остальные все равно давайте справа полушария волшебность сейчас рисуем на каждом кусочке свое эмоциональное выражение для того что мы услышали скажем статем отцов все да да я хотя услышал вот это предложение и не ушел мне ведь важно чтобы коллективная работа а зачем зачем вот смотри человек решил рисовать я согласен а смотри красиво практически так красиво не получалось чувствуется чувствуется твердость руки раз а стой что там не было стрелки а там не было стрелки почему там стрелки мальчик мальчик не было будущее еще а нам нужно нарисовать то что мы поняли да поняли я пропустила я объясните мне что я объясните мне что она пропустила я не помню слов какой не смотри смотри и смотри я не а вот это а не не вот я смотри творческий ближайшего шага серёжа мне лично нужно что ты вот там нарисовал сверху подвечащей а жена нарисовалась самое главное и самое главное что здесь прозвучал про а и х и странные за и странные и странные и не ошибись главное чтобы помнить что это не разу есть спрашиваю почему здесь полустрелочки здесь а то что звук что в знании равно значение нижняя белочка вот это чувствуешь как здесь почему-то как догональное ноутбуки когда не было нового губа были, но не у всех это вообще с руки называются это доски, доски это пенал это такой большой пенал, открываешь там пенал, пенал, пенал там лежал пенал пенал, 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 пенал а почему вот сейчас такой бардак? потому что вы в начале парты не самоопределились и не проблематизировались вы помешились просто хорошее просто хорошее ровно это по величам на самом деле это по величам на самом деле это по величам схема движущих силу Майкл Портера можете посмотреть это через камнишку Мишку поменовали это чисто Портер потому что это субститюты, это потребители вы поставщики еще должны быть что вы сразу все ровно начинаете чистый но самое главное что даже если эти все шесть ровно находятся внутри одного человека они не могут прикажется это позиции это хорошо шесть позиции вот там позиции и на самом деле можно же и прерисовать шляпы и будут ролик не вспомнить про этого самого дмн вот дмн я на самом деле что такое шляпы это же набор других позиции движения других реальность 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 критика я же могу другие позиции например ты можешь что угодно и это самое главное что вот я так понимаю силу не с полного несоответствия вот здесь предсказание о том что есть то есть а я вот а здесь я не могу тренировать свою память понял дружище что цель определяет пригоженным как результат планированный результат деятельности потому что деятельность это перенаправленное поведение они закольцованы поэтому я скорее к своему сейчас готов к личному только как это цель это образ будущего созданное в сознании субъекта который он намерен реализовать вот некоторые искусственные очаг картинка очаг в мозгу обычно плохо очаг в мозгу но искусственные добровольные и сознательно созданные в отличие от желания на это все они немножко смотрят по-другому вот эту штуку они бы доказали уже что на действие целенаправленное действие по достижению цели вот то есть доказано же на сегодняшний момент что человек не выбирает способа действия по достижению цели а он реагирует на те или иные стимулы которые мы бы человек вот мы все говорит за себя все люди по крайней случае скажи с моей точки зрения с точки зрения с точки зрения с точки зрения радухие физиологи как я помню планету это коммуникационный прилично слышно это условие это выгодная яма смысловая плака смысловая плака смысловая плака я с вами с вами с вами вот надо какую то нас же там наслаждаться жизни надо какую то жизненную задачу что ли по словам я буду большого не могу без примера очень сложно все абсолютно просто классично но очень теоретично абсолютно абсолютно так 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 попробую это применимо даже например реальная задача это вы говорите с максимом оборудение времени на это подобрать потому что жизнь не заканчивается а зачем заканчивается там уже уже все делать это и нет вообще табуретку что табуретку это землякопа вот землякоп ну не богиня землякоп на кладбище не зачем на кладбище так давайте рассмотрим тот самый видок когда двое мужиков один другой да а мы деревья сажаем а что в среде нужно было деревьев сажать он глаз будет ну смотрите либо мы как-то это про деятельность и тогда лентев между действием и деятельностью границы а деятельность тогда масштабируется но потому что если у нас методология про деятельность в основном согласене и у них смд методологии тоже системно не не человек собрались в течение двух часов достаточно продуктивно поражали задач было бы неплохо с личных актуальностей ну из личных а давайте модель у меня тоже есть александр первый до я задача разработать технологию масштабирование уклада жизни желательно универсально я любую укладу поставлял масштабировался есть масштабироваться должен с такой скоростью чтобы от одного человека до одного человека за 27 лет спасибо друзья я так понимаю вы закончили картинку которую рисовал местные я опять хотел бы продолжить рассказывать про скину потому что по сути дела такую задачу мне поставили а мы нет он светло нам не топор но не улучшайный так хорошо подозреваем еще раз еще раз здесь есть слой рефлексии управления коммуникацией рук и разрыв коммуникации происходит здесь сюда выходит рефлексия а здесь то что я рисовал мониторчики тоже те же самые позиции выходят в слой чистого мышления в ходе коммуникации потому что им здесь предстоит синхронизировать эти свои ортогональные доски то есть у них здесь объектно-оркологическое доставство и орг деятельность то есть вот таким образом выглядит съемная деятельность то есть здесь у нас свой деятельность здесь вот этот слой рефлексии который я сводил вместе с оргтехнической схемой я хочу обратить ваше внимание что схему знания которую я рисовал вот здесь вот помните у нас была деятельность и было знание способности средства теперь мы можем положить вот сюда то есть тогда у нас происходит коммуникация мы объекты из чужого из чужой коммуникации что допустим видимые из книг из фильмов из речи начинают замещать своими собственными секвенциями то есть своими собственными наборами звуков и своими собственными образами умели представлениями собственными словами которые у нас уже существуют в объектно-онтологической на объектно-онтологической доступности таким образом у нас вот так укладывается схема знания а схема способности вот из этого укладывается помните я вам говорил что схема артодеятельности достаточно старая на самом деле на мой взгляд проецируется из спорт деятельностной доски которые вот здесь то есть те способности которые были там шестидесятые условно говоря года на схеме артодеятельности восьмидесятые они легли на вот поэтому схема возле деятельности это более продвинутая схема по сравнению с актом деятельности например способности какой-нибудь назови парочку звуков коммуникации способность коммуникации способность коммуникации или способность к замещению в